Горцы говорят, чтобы узнать настоящую цену человеку, надо спросить у семерых. У беды, у радости, у женщины, у сабли, у серебра, у бутылки, у него самого. Да, человек и свобода, человек и честь, человек и отвага сливаются в одно понятие. Горцы не представляют, что орел может быть двуликим. Двуликих они называют воронами. Человек — это не просто название, но звание. Притом звание высокое, и добиться его непросто. Недавно в Готлихе я слышала, как женщина пела песню по недостойному мужчине. Что-то есть в тебе от лошади, что-то есть и от овцы, что-то есть в тебе от коршуна, что-то есть и от лисы, и от рыбы что-то есть. Но где же мужество? Где ей честь? Слышал я и другую песню женщины, о мужчине, который оказался лгуном. Я думала, ты человек, и доверила тайну свою. Пустым оказался орех, одна на дороге стою. Как поздно тебя разглядела, сама виновата. Увы, ты черкеска, в которой нет тела. Папаха, где нет головы. Девушка, которая выбирала себе жениха, пожаловалась. Если бы я искала носящего папаху, давно бы нашла. Если бы я искала носящего усы, давно бы нашла. Человека ищу. Когда в горах покупают овцу, смотрят на бурдю, на шерсть, на упитанность. Покупают коня, смотрят на морду, на ноги, на весь экстерьер. Но как оценить человека? На что же надо смотреть? На его имя, на его дела. Между прочим, на аварском языке слово «имя» несет в себе два значения. Во-первых, имя как таковое. Во-вторых, дело, заслуги, подвиг человека. Когда родится сын, говорят «Циар-бугеп, циар-батаги». Это значит, а имя ему пусть принесет слава. Имя без дела – пустой звук. Мать учила меня. Нет награды больше, чем имя. Нет сокровища дороже жизни. Береги это. Редактор субтитров А.Семкин